Коленвал снят. ВАЗ-21083 двигатель. Установлен на призмы. У меня вот такие вот самодельные призмы. Вот видите, потом я их покажу еще отдельно. И установил я индикатор, чтобы измерять биение коленвала по центральной коренной шейке. То есть их всего 5. Крани. 1, 2, 3. Вот на центральную установлен. 4, 5. А между коренными шейками шатунные шейки. Но шатунные шейки здесь в моих условиях я промерить не смогу. Но коренные вполне себе могу промерить. И вот я начал с центральной коренной шейки. Потому что, ну, если он изогнутый, то чаще всего бывает изогнутый по центральной шейке. Хотя и крайние тоже могут быть бить, потому что он и называется коленвал. То есть сделанный коленом. Он не сплошной. Он сделан коленом на специальных таких соединениях, противовесах. Вот эти вот противовесы. И вот чтобы измерить биение, я смыстрил вот такой вот самодельный держатель. Вот так, наверное, лучше будет видно. В него вставил индикатор. И сейчас этим индикатором буду проверять биение. Биение должно быть на коренных шейках не более чем 3 сотки. И на шатунных также. Но шатун я, опять же говорю, не могу промерить. Только могу промерить эллипсность, износ могу промерить. Это я буду делать микрометром. А именно биение могу проверить на коренных шейках. Сейчас я это буду делать. Вот смотрите. Начинаем вращать коленвал. Стрелка индикатора. На этот клонятся. Вот так вот она встала почти на ноль. Даже не почти, а на ноль. Видно. Я думаю, что видно. И мне надо сделать полный круг. Крутим. Вот четвертая часть круга отклонилась на 3,5 сотки. Почти полкруга, 5 соток. Еще четвертая часть, даже 6 соток. Уходит назад. И опять идет в ноль. Продолжаем включение. 5 соток, 6 соток, уходит в ноль, даже за ноль. То есть от 6 до 7 соток идет биение по центральному. По центральной шейке коленвалу. Точно так же я буду проверять четвертую коренную шейку, пятую коренную шейку, ну и естественно первую и вторую. Биение по месту, куда вкручивается болт, то есть куда шкив одевается на этот вал. Тут разрешено биение до 5 соток. Ну я думаю, что раз коленвал бьет уже здесь, 7 соток. 6-7 соток. Ну даже если, предположим, у меня неточный прибор. Где-то я неправильно что-то замеряю. Ну 7 соток. Я этим прибором мерил и другие коленвалы. И от Тойоты мерил. Ну там биение 2,5-3 сотки. И сам коленвал гораздо больше. Коленвал этот уже деланный. То есть второй ремонт. 0,5. На 5 десяток он проточенный. Ну и естественно не первой свежести. Вот оно и биение. 7-6 соток. Будем решать, что с ним делать. Либо ставить и ездить. Потому что в моей практике было, что биение было и 9 соток. И машина ездила. То есть какое-то время. Ну там несколько, десятков тысяч. Вот так будем говорить. Поэтому вот такие вот дела. Измерили мы биение коленвала. ВАЗ-21083. Двигатель. Название двигателя. Вообще двигатель девятошный. Сейчас я вам покажу, при помощи чего я измерял это биение. Снимаем коленвал с призм. Призмы самодельные. Вот она, наша призма. Это вот у меня подтеки масла. Когда коленвал я прокручивал здесь. На этих призмах. Чтобы трение было минимальное. Я капнул несколько капель масла. С этой стороны. С этой стороны. То есть на вторую призму. Всего у меня две призмы. Вот они. Две призмы. И индикатор. Который замеряет сотки. Сотки от одного миллиметра. То есть один круг. Это сто соток. Ну я думаю понятно. Вот что я сделал. Для того чтобы. Вот такой вот держатель. Сварил. Вот так вот. Могу вытащить. В любой момент. Индикатор. И он у меня. Легким движением руки. Как в том фильме. Индикатор. Отделяется. От моего. Самодельного прибора. Который я зажимаю в тиски. Вот сюда. И из него уже могу делать нутромер. Индикатор он везде годится. И нутромер. И биение мерить. Все у меня.